Семи Троицкий у нас на прямой связи. Здравствуйте, рад вас видеть. Привет, Вадим. Также рад всех видеть и слышать, тем более после такого длинного антракта. Вы же были в Соединенных Штатах, да, если не ошибаюсь? Да, я был в Соединенных Штатах, и там сейчас происходит очень интересное событие. На что вы там обратили внимание? Ну как на что я обратил внимание? Я обратил внимание на то, что американцы на самом высоком уровне своих правоохранительных органов накрыли серьёзную такую ячейку российской пропаганды путинской, антиукраинской и так далее. Вот причём всё это финансировалось, по-видимому, в высшей степени щедро из российского бюджета. У нас почему-то там обратили внимание только на одну эту лживую бабу, Маргариту Симонян. Да, на самом деле Симонян — это так, это мелкая деталь, а там всё очень по-крупному и очень серьёзно. И это может быть главный американский медийный скандал последних лет. На ваш взгляд всё-таки в этом смысле Путин недооценён, Путин его вертикаль. Потому что постоянно раскрываются какие-то схемы, показывающие, что фактически он везде. Может быть, это иллюзия. И может быть, специально создаётся такой образ, что Путин пустил свои щупальца везде. Но, тем не менее, эта история, да и многие другие, показывает, насколько далеко он сумел зайти. Ну, вы знаете, в общем, творить всяческое говно от особого ума не надо. В том числе и в больших масштабах. Гораздо сложнее делать что-то хорошее, что-то конструктивное, что-то такое, чего людям лучше бы жилось. А вот все эти гнусности и мерзости, ложь, пропаганда, всевозможное интриганство такое вот лживое. Я не считаю, что для этого требуются какие-то особые таланты. Единственное, что для этого, по-видимому, требуется, ну, это две вещи. Во-первых, бюджет и, во-вторых, достаточное количество профессионалов, таких наёмных сволочей, которые этим делом станут заниматься. По всей видимости, Россия, поскольку всё-таки страна, где победила в своё время образованщина, и много там имеется людей, хорошо подкованных в айтишном отношении, то, в общем-то, с кадрами, я так понимаю, проблем нет. Платят им, я уверен, довольно много. На то, чтобы платить десятки миллионов в иностранной валюте, разумеется, каким-то американским или европейским сообщникам. Вот для этого тоже деньги в бюджете пока, по крайней мере, имеются. Вот пока война не сжирает все деньги абсолютно. В общем-то, можно там что-то подкидывать там и какому-нибудь там Тиму Пуллу, вот, и Тайкеру Карлсону, и Маргарите Симоньян и так далее. Вот, но я повторяю, это всё, это всё гнусности, которыми хвалиться, я думаю, ни в коем случае не стоит. Ну, а телекиллеры, сейчас, конечно, уже может быть интернет-киллеры. Если мы вспомним самого знаменитого, это Сергей Доренко, это 90-е годы, который сам себя окрестил телекиллером. Ну, в общем, если посмотреть, чем он занимался, как он занимался, то понятно, что это не идёт ни в какое сравнение там со Скобеевой, Поповым и так далее. Там даже был свой кодекс чести в этой всей истории, если вспомнить Доренко. Времена изменились, рождаются ли такие фигуры по масштабу сейчас, вот в этом медиа-сообществе российском? Я не знаю, я не слежу за российским медиа-сообществом вообще. То есть Маргариту Симонян я узнал только из Твиттера несколько лет тому назад, что это такое, я вообще не знал. Вот эта Скобеева, но я её, может, пару раз видел, опять же, в каких-то твиттерных кусочках с её особо смачными какими-то идиотскими фразочками или кровожадными фразочками. Так что мне трудно сказать. Я думаю, что никаких талантов там нет. То есть меня часто спрашивают о каких-то талантах в области современного российского шоу-бизнеса. Но там ситуация примерно такая же. То есть там сплошные или какие-то старички, которые, как Путин, значит, ногтями и когтями и зубами цепляются за свои эфиры и за свои доходы. Ну там всякие эти Газмановы и так далее, Лепсы. А если говорить, скажем, о какой-то талантливой молодёжи, то тут все говорят «шаман». И на этом «шамане», собственно говоря, все списки и заканчиваются. Но дело в том, что «шаманам», во-первых, никакой не талант, это сугубо посредственный, неинтересный, однообразный артист. То есть, ну нечем там гордиться абсолютно. А во-вторых, даже если согласиться, что что-то такое в «шамане» есть, ну тогда можно считать, что это единственное исключение, подтверждающее правило. Потому что больше нет вообще никого. То есть просто выжженная земля, писатели-графоманы, музыканты-бездари, артисты-проститутки. В общем, ну это просто очень печальная, убогая картина. Что касается до пропагандистов, ну я не знаю, я лично интересных пропагандистов не видел. То есть этого Соловьёва я его знаю лично много лет, лет там 30 я его знаю, наверное. Но ещё с тех времён, когда он работал на радио «Серебряный дождь», всегда был человеком абсолютно патологически самовлюблённым, влюблённым в свой собственный голос, в свои интонации и так далее. Очень смешно бывало, когда, скажем, Соловьёв приглашал на интервью. То есть это называлось «Какие-то гости у Соловьёва». Я уже не помню, как эта программа именовалась. Но он приглашал гостей, меня в том числе, пару раз. И он вообще не давал своим гостям, в том числе и таким тоже достаточно словоохотливым, как я, не давал нам рта открыть. Он задавал вопрос и тут же на него сам отвечал. И потом переходил к следующему. То есть, с одной стороны, абсолютный нарцисс, самовлюблённый, с другой стороны, дико алчный. Опять же, мы с ним ездили пару раз в какие-то пресс-туры и так далее. И он мне своё кред журналистское излагал. И кред был такой, что гоните бабки, за бабки сделаю вообще абсолютно всё. И только так и можно в журналистской профессии подходить. Вот, собственно говоря, почему я и думаю, что никаких особых убеждений у Соловьёва нет. Вот он сам себе там что-то может вынушать, ну просто чтобы от шизофрении с ума не сойти. Так что, может, он что-то себе такое и втолковал, и сам в это поверил. Но изначальный стимул Владимира Соловьёва — это только и исключительно, во-первых, бабки. Во-вторых, желание всю жизнь быть в эфире, всю жизнь быть у микрофона, под камерой и так далее. Вот от этого просто, ну, у него такой перманентный оргазм. Кстати, я недавно, мне Ютуб, кстати, в рекомендациях выдал клип, который называется «Жизнь». Там российские звёзды исполнили песню про то, что жизнь — это самое ценное, что есть на планете. Там дети и так далее. И я специально посмотрел, и специально даже посмотрел, кто исполняет эту песню. Там кадры различных войн, дети, которые умирают и так далее. Вот они так вот жалостливо эту песню поют. Там все поддержали путинскую войну. Все. Вот те, кто пел эту песню. 52 миллиона просмотров. Я думаю, это история про цинизм или про что-то другое? То есть, когда ты поёшь, участвуешь в каком-то проекте, у тебя там слеза стекает. И в этот же день, когда мне выдал Ютуб эту рекомендацию, удары по детским площадкам в Украине, по Львову, ну и так далее. Ну, не очень понял вопрос, Вадим, честно говоря. Но да, разумеется, это цинизм. А какие тут могут быть альтернативы? Значит, у Кремля имеется какой-то список артистов, которых они эксплуатируют в хвост и в гриву, на каких-то митингах, на каких-то праздниках, естественно, в телеэфире в огромных количествах. Вот. Имеется при администрации президента, значит, некий отдел, который возглавляет человека по имени Сергей Новиков. Вот. Я такого вообще не знал, слава богу, никогда в жизни. Не сталкивался какой-то, какой-то, я так понимаю, выкормыш Кириенко, тоже из Нижнего Новгорода. Ну, такой образованный там. Так далее. Ну, и вот этих самых артистов, они, собственно говоря, и пускают на всевозможные задания. Вот. Где-то надо выступить, где-то надо словечек сказать, где-то надо, скажем, на фронт съездить, в какой-нибудь госпиталь к солдатикам проникнуть, там, и так далее. Вот. И точно так же все эти артисты рекрутируются на какие-то пропагандистские песни. Я, честно говоря, не видел этого клипа, я не слышал эту песню. Вот. Если это новая песня... Это старая, то есть она несколько лет назад вышла, еще до войны. Нет, если это вышло, скажем, не 50 лет назад, то можно сказать с полной уверенностью, что эта песня ужасная и абсолютно бездарная. Потому что все хорошие песни на похожие темы были написаны еще в старом СССР всякими талантливыми композиторами типа Аркадия Островского или Александра Пахмутова или Давида Тухманова и так далее. То есть, если бы это была песня «Я люблю тебя, жизнь», скажем, можно было бы сказать, это прекрасная песня. Вот. Кстати говоря, по-моему, на стихи хорошего поэта, кажется, Евтушенко Евгения. Вот. Или если это была песня «Хотят ли русские войны?» Опять же, прекрасная песня. Ничего тут не скажешь ни к содержанию, ни тем более к музыке замечательной, никаких претензий нет. А вся вот эта вот бездарщина пропагандистская путинского разлива, ну, это все просто жидкое дерьмо. Но поскольку все вот эти артисты, которые эти песни поют, они находятся, ну, по-английски выражаясь, на пейроле, да, то есть на подкорме у кормушки, у администрации Путина, вот, естественно, они все в этом деле участвуют. Вот. И раздается там у какого-нибудь там, я не знаю, я уж не помню даже фамилии этих артистов, честно говоря. Ну, условно говоря, там, у Лепса, да, или... А, вот Стас Михайлов вспомнил еще одного персонажа. Раздается у него звонок день, ночью, дом, алло. Гражданин Михайлов, вам надо прибыть в студию Останкина тогда-то, тогда-то. Разучивайте песню такую-то, петь будем. Ну, и тот, естественно, берет под козырек, и так оно все и происходит. Ну, такая совершенно банальная, абсолютно неинтересная история. По поводу 50, там, с чем-то миллионов просмотров, но, вы знаете, накрутить можно чего угодно, сколько угодно. Это вообще небольшая проблема. Вот эта проблема исключительно целью полагания и подходящего бюджета. А вот это использование того или иного артиста, кому-то нужно ехать на оккупированной территории, кому-то позволяет этого не делать. Вчера, опять же, у меня где-то в соцсетях прилетел как раз ролик, где Буйнов провожает там солдат на фронт, говорит какие-то слова, даже в цветах хаки футболки идет и говорит, вот они там за родину, ну и так далее, в общем-то. Получается, там тоже есть какая-то определенная иерархия. Вот этому на фронт, этому можно съездить просто на остановку, а этот может даже где-то попеть на стадионе. Или как поведет? Я думаю, я думаю, нет, я думаю, что там всё не так просто. Я думаю, что те артисты, которые чем-то в своё время проштрафились, да, ну, условно говоря, Рома Зверь и группа Звери, которые что-то там такое сказанули, не то, что надо было говорить в самом начале войны, или там, скажем, Сергей Сергей Лазарев, Сергей Лазарев, участник Евровизния, тоже поначалу как-то казался приличным человеком, вот, или Диана Арбенина, или группа Комсомольск, вот, они все как-то поначалу старались вести себя, в общем, как нормальные, порядочные, совестливые люди, вот, и за это поплатились, вот, тем, что их стали посылать на фронт, в какие-то госпиталя и так далее, вот, что касается до Газманова, вот, и поручих побледушек, которые с самого начала, значит, били себя в грудь, вот, и ратовали за специальную военную операцию, вот, у них всё в порядке, за ними никаких грехов не числится, поэтому не обязательно им ездить на фронт, то есть, если очень хочется, то, конечно, это будет приветствоваться, вот, но не обязательно обязательно, не обязательно, вы и так, ребята, молодцы, вы и так работаете, как бы, вполне, вполне эффективно. А новая волна, которая, как выяснилось, продолжает выходить, и недавно на авторпати появились, опять же, видео, где сокрушались, вот, участники этого фестиваля, что не могут они ездить в Юрмалу, и у Ларисы Долиной, которая там недавно лишилась квартиры в Москве, и не может приехать в Юрмалу, потому что ей очень нравилось, теперь нельзя, и вот с такой тоской они об этом говорили. Новая волна, это детище Игоря Крутова, и он там, в общем, присутствует. Она продолжает выходить, но, кажется, блеска уже не осталась, или мне так кажется? Вадим, я вообще не в курсе, я помню, было какое-то название, новая волна, какого-то курортного фестиваля, но... В Юрмале, в Юрмале, да, 10 лет, по-моему, выходил, или 12. Не помню, я один раз был на каком-то попсовом фестивале в Юрмале, который мне запомнился исключительно тем, вот, что там на вилле Аллы Пугачевой в Юрмале мы устроили какую-то весёлую, значит, попойку, вот, и где-то так в 4-5 часов утра с Аллой Борисовной пошли гулять на пляж в Юрмале, и там встретили бомжа, вот, и тут была история уже абсолютно кинематографическая, вспоминаются, значит, какие-то фильмы Бунюэля, типа Веридианы и так далее. Мы с Борисовной, значит, решили этого бомжа обогреть, как-то приласкать, так далее, он такой жалкий мужичок, русский, значит, и мы его пригласили к себе, значит, туда, на эту вечеринку, уже утро было, вот, мы его пригласили, ну, того, естественно, глаза разбежались, там, вот эти вот, Игорь Крутой, там, кажется, какие-то ещё композеры, какие-то там, какие-то эстрадные, знаменитые исполнители, вот, он быстренько набрался, вот, и начал хамить, и начал, значит, гнать такую пролетарскую правду матку в духе, в духе товарища Шарикова, вот, и какие, значит, мы все, значит, уроды, зажравшиеся, буржуазии, чёртова, вот, прочее, прочее, это было очень смешно, мне это очень понравилось, больше на этом фестивале я, честно говоря, ничего не запомнил. Спрашивают про Михаила Барзыкина, это группа «Телевизор», вот, пишут наши зрители, что он как раз предсказал пришествие фашизма в Россию, что вы думаете, предсказал? Миша Барзыкин, вообще, прекрасный артист, и «Телевизор» это была одна из лучших наших групп 80-х годов, но, к счастью, она просуществовала и в 90-е, и в 10-е годы, сейчас, кстати, Миша Барзыкин, давно уже довольно живёт в Черногории, иногда выступает, но не очень интенсивно, у него сейчас театральный проект, у них такой мини-театр, по-моему, там три или четыре актёра, русские, украинцы, вот, Миша там поёт, актёры играют, в общем, такой любопытный проект, судя по всему, но я их спектаклей не видел, к сожалению. Вот, что касается до того, что Миша Барзыкин предсказал, ну, да, в общем, я так думаю, это не он один предсказал наступление фашизма в России, вот, хотя Барзыкин был первым, кто назвал, значит, тогда ещё советского партийного функционера, назвал фашистом, это у него была знаменитая песня, одна из немногих песен, которые даже в годы перестройки, как бы не пускали на телевидение и так далее. Вот, я как раз тогда этим занимался, вот, всякими телемостами, музыкальными рингами и так далее, вот, и когда я говорил телевизор, мне говорю, ну, телевизор, это типа чересчур, и это я, конечно, имею в виду песню под названием «Твой папа фашист», «Твой папа фашист», да, в общем-то, а в последнее время Барзыкин пел эту песню, заменив слово «папа» на слово «путин». Спрашивают по поводу вашей фотографии, вы недавно были на километре, в том месте, где разбился Виктор Цой. Спрашивают, как до туда добрались, почему поехали? Ой, вы знаете, что это я, на самом деле, опубликовал где-то, я уже не помню, где, или в Твиттере у себя, или на Фейсбуке. Я в Фейсбуке видел. Ага, в Фейсбуке, да, который у меня, на самом деле, абсолютно коматозный, вот, но изредка что-то вдруг такое мне попадается на глаза, что имеет смысл именно туда сбросить, поскольку у меня там подписчики почти исключительно музыканты и журналисты. Я был на этом километре с Андреем Тропил своим замечательным, к сожалению, уже покойным другом, вот, был там, но было это давненько, это было года три тому назад, Тропил, и тогда жил в Финляндии, вот, он приплыл ко мне в Таллин, и мы с ним из Талина, значит, автотранспортом отправились в годовщину, собственно, гибели Вити, отправились туда, значит, вот за Юрмалу, на этот самый злополучный километр, вот, ну, и там, там сфотографировались, да, но это, это не, это не актуальная фотография. Но ведь история Виктора Цоя и надпись «Цой жив», которая до сих пор появляется, это ведь действительно феномен, как долго и как преданно люди, которые любили Цоя, и многие для себя его открывают, я знаю людей, которые гораздо младше меня, и которые любят Виктора Цоя, не каждому удается, музыканту, артисту, вот, уже после своего ухода из жизни оставить такое наследие. У вас есть объяснение этому феномену? Почему Цой жив в сердцах до сих пор? Вадим, ты иногда задаешь мне вопросы, которые мне задавали, наверное, ну, так сотню раз, может быть, больше, может быть, чуть меньше. С каждым годом этот вопрос, мне кажется, все актуальнее и актуальнее. Через 10 лет, я не знаю, задам ли я вам этот вопрос, но, может быть, и задам. Я не сомневаюсь, не сомневаюсь, что мы, значит, уже окончательно убеленные сединами, вот, и шамкающими ртами будем продолжать эти вопросы задавать, будем продолжать на них отвечать. Значит, причина очень простая. Видите, Цой писал потрясающие песни. То есть, причина его нескончаемой популярности в первую очередь в том, что его музыкальный материал, его великий музыкальный талант, он, собственно говоря, он никак не стареет, а не стареет он, потому что это высшее качество. Ну, скажем, имеется группа Битлз, у которых тоже музыка абсолютно высшего качества. А у Цоя и музыка прекрасная. Кстати говоря, Битлз, были его любимой группой. Я его когда-то специально спрашивал о том, кто на него оказал влияние. Вот. Я думал, он сейчас скажет там всякие модные эти группы новой волны, кстати, как раз на английской новой волны, там типа Joy Division, Smith's, The Cure, там и так далее. Он сказал Битлз. Битлз, ему нравились всегда больше всех. И он имел вот этот вот мелодический талант, который, собственно говоря, и сделал его песни бессмертными. Но помимо, помимо того, что Цоя писал прекрасную музыку и изумительные такие последовательности аккордов сочинял, у него еще и стихи были, ну или тексты, называйте это как хотите, слова. Слова у него тоже были в высшей степени с одной стороны очень и очень как бы доступные вот и понятные в отличие, скажем, от многих таких авторов интеллектуалов, которые пишут что-то такое достаточно завуалированное, метафоричное. У Цоя все было абсолютно абсолютно прямо и по делу. Ну и по смыслу, по месседжу собственно его песни тоже очень хорошо понятны и очень близки. Вот и его веселые песни близки тем, кто находится в радости, его грустные песни, которых под конец стало особенно много, они близки всем тем, кто переживает по поводу того ужаса, который в сегодняшней жизни происходит. Кстати, вот у нас недавно был Андрей Макаревич, он писал свои эмоции от знакомства с группой Битлз, он говорит, как будто у меня в ушах была вата и потом эту вату оттуда изъяли. Я услышал группу Битлз и очень долго как раз пытались подражать группе Битлз. Это вообще феномен, опять же, еще один феномен или может быть главный феномен музыкальный 20 века как раз группа Битлз, которая тоже не стареет и которая тоже всегда возвращается. Да, да, несомненно. В общем-то, стоим, на самом деле, история примерно такая же. Но просто если группу Битлз, ну, отчасти, отчасти в некотором смысле Джона Ленны, но все-таки группу Битлз какими-то идейными лидерами, в общем-то, мало кто считал. Там были другие люди, там был Боб Дилан, там был Джим Моррисон, был Боб Марли и так далее, авторы всяких таких рок-гимнов. У Битлз, в общем-то, как бы таких гимнов почти нет, ну, разве что там песни, скажем, all you need is love, да, вот, но скорее были какие-то вот такие великие общественные песни, такие массовые хоральные песни, были скорее у Джона Леннона, уже у сольного, там, скажем, give peace a chance или imagine, вот, а у Цоя, а у Цоя таких гимнов было несколько штук, по крайней мере, ну, естественно, на первом месте среди них стоит песня перемен, хотя, на мой взгляд, это не лучшие песни кино. Спрашивают и просят вас прокомментировать возвращение группы Оазис. Для вас это событие? Нет, для меня это не событие, я честно скажу, я ни стиль брит-поп, ни особенно группу Оазис никогда особо не любил, никогда они меня особо не интересовали. В том же брит-попе были более интересные группы, ну, там, скажем, Pulp или Blur, вот, но Оазис мне всегда оказались такой достаточно эпигонской группой, в общем, такими плохими подражателями Rolling Stones, вот, с какой стати у них попёрла такая слава, мне трудно сказать, то есть мне, кроме песни Wonderwall, пожалуй, даже почти нечего не вспомнить из их обширного репертуара, так что нет, я был бы, ну, то есть, я не буду сказать, что я был бы рад, если бы Оазис замолкали навечно, пусть играют, пусть поют, пусть поклонники их слушают, пусть рассветают сто цветов, но лично меня это абсолютно не трогает. Вопрос, точнее, не вопрос, а Сергей написал, зачитаю комментарий, как есть в чате, великим был Игорь Тальков, остальные так себе? Ну, Игорь Тальков был, на самом деле, хорошим парнем и сильным автором, я с ним познакомился, в общем-то, незадолго до его смерти, он погиб осенью, 91-го, мы с ним познакомились весной, 91-го, вот, пару раз с ним так довольно долго и откровенно общались, он мне понравился. Проблема Игоря была в том, что он как бы угодил между тусовок, то есть для попсовиков он был слишком роковым, слишком политичным, слишком смелым, слишком в этом смысле артикулированным, а для рокеров он был скорее поп-артистом, в общем, как бы рок-тусовка его не приняла, и, в общем-то, он как-то был один, его в этом смысле было жаль, вот, я был бы рад со временем как-то его приблизить к нашим рокерам, может быть, там с кем-то познакомить, может быть, он с кем-то вместе бы сыграл, вот, но, к сожалению, сделать этого не удалось. Спрашивают, как вы относитесь к истории вокруг Павла Дурова и Телеграма? Ну, я не люблю комментировать истории, в которых я очень мало что с мыслью. Вся эта штука, связанная с Павлом Дуровым, она очень сложная, она очень многослойная, там имеются разные аспекты. Один аспект, это там, условно говоря, продажа наркотиков и там, и детская порнография, тут все более или менее ясно, вот, что за обвинение и что может грозить. Следующий слой, это уже вещи, связанные со спецслужбами. Вся эта возможная работа Дурова, с одной стороны, с ФСБ, с российским, с другой стороны, с французскими спецслужбами, а может и не только французскими и так далее. Тут уже все в высшей степени туманное, непонятное и так далее, я не берусь тут просто делать какие-то выводы. Вот, ну и имеется еще тут еще один третий пласт, такой самый фундаментальный, это вообще в принципе взаимоотношения новых медиа, цифровых медиа, всех этих соцсетей и так далее и государства. Потому что понятное дело, что в отличие от газет, журналов, телевидения и так далее, контролировать социальные сети государству намного сложнее. Вот, это гораздо более такая зыбкая и такая неограниченная история. И поэтому вот как будут складываться в дальнейшем отношения между условно говоря королями административными государствами, президентами, всякими там значит правительствами и так далее, с одной стороны, а с другой стороны королями общественного мнения, цифрового, неконтролируемого и так далее. Вот эта история очень и очень непонятная. Вот, ну и что там будет я даже не знаю. Но в любом случае я честно скажу, что социальные сети меня пугают гораздо меньше, чем искусственный интеллект. Вот искусственный интеллект это на самом деле это погибель человечества. Поверьте моему слову, тут я просто у меня нет комплекса Кассандры, вот, но искусственный интеллект это абсолютное зло. Я могу заявить ответственно по-своему. Вопрос от нашего зрителя, он спрашивает, знает ли что-нибудь Артемий Троицкий про так называемую дружбу или общение Егора Летова из Гражданской обороны и нынешнего идеолога русского мира Дугина, а также связывался ли с ним паук из коррозии металла. Ну вот, зачитал, как есть вопрос. Значит, сразу говорю, что Сергей Троицкий он же паук из коррозии металла не имеет никакого отношения ни к Летову ни к Дугину абсолютно. Коррозия металла это смешная группа вот, к которой я всегда относился по-доброму, вот, хотя они там отчасти и уклонялись там в какие-то национализмы, какие-то там шовинизмы, гомофобии и так далее, но у них это все было на таком на полупародийном уровне. Вот, что касается до Летова и Дугина, то да, в конце 80-х годов в общем-то возникла такая довольно необычная компашка, в которую входил на правах лидера Эдуард Лимонов, а на правах значит его пажей некоторые довольно интересные и талантливые люди. Самым интересным и талантливым из них, несомненно, был Сергей Курюхин, великий пианист, питерский музыкант, который играл, кстати, и с кино, и с аквариумом, и у него был собственный блестящий проект «Популярная механика». Вот, значит, был там Курюхин, был там Егор Летов из гражданской обороны, и там же был Александр Дугин. Вот, все это вместе называлось НБП, то есть партия национал большевиков. Вот, я из всей этой компании близко дружил только с одним человеком, а именно с Курюхиным, и мы с ним из-за этого поссорились. Поссорились, причем так очень основательно, вот, сначала и лично, потом и публично. Вот, я Курюхину говорил, что, ну, я понимаю все то раздражение, которое у них вызывает новая русская буржуазия, вот, а дело было как раз вот с самый конец 80-х, начало 90-х годов. Вот, но говорил я, дорогой мой, есть вот какие-то, как сейчас выражаются, красные линии, которые переходить нельзя. Вот, и одна из таких красных линий это фашизм. Они все, в общем-то, были поклонниками Гитлера, нацизма и так далее. То есть, тот же Дугин, тот же Курехин, скажем, говорили, что Гитлер был величайшим романтическим поэтом 20-го века. Гитлер, факин Гитлер. Вот, потому что, ну, типа того, что он обладал некими видениями такими романтическими, вот, хотел как-то переустроить жизнь на земле. Ну, в общем, болтали полную, полную, абсолютную, причем, такую злопакостную чушь. Вот, ну, и это, соответственно, касалось и гитлеризма, это же касалось и сталинизма тоже. Сталина, гулаг и так далее, вот, это они все, все любили, у этих, у нацболов, у них была даже речевка такая, там Сталин, Берия, гулаг и там что-то с этим рифмовалось. Вот, так что, да, да, к сожалению, Летов тоже в это дело встрял, правда, и Курехин, и Летов, но они в этой нацболовской всей Катавасии поругли не очень долго, года два-три, вот, потом под разными предлогами оттуда как-то свалили, вот, ну, Дугин тоже свалил, вот, но тоже в сторону Кремля. Здесь еще спрашивают по поводу Андрея Макаревича, как вы сегодня оцениваете его дворческую, реализацию его дворческих идей, то есть «Машина времени» Андрей Макаревич? На концерте «Машина времени» я был относительно недавно, вот, и выступили они очень хорошо, но новых песен там практически не было, в общем, последняя новая песня Макаревича, которую я слышал, это были песни где-то двух-трехлетней давности, то есть «Моя сторона ушла на войну», «Моя сторона сошла с ума», вот эти вот песни, которые он исполнял один под гитару, потом я знаю, у него есть такой, как бы, полуджазовый составчик, комбо такой под названием «Е-5», их на концерте я вообще не видел, и какой у них репертуар не знаю, вот, так что вот, боюсь, что мои сведения о творчестве Андрея Вадимовича Макаревича, они, в общем-то, сильно устарели. Но при этом Юрий Юлианович, он продолжает писать песни, выпускать клипы, вот вышла еще одна песня, такая пацифистская, наверное, так ее можно обозначить, по крайней мере, в клипе это четко прослеживается. Успели посмотреть? Ну, я смотрю все новинки ДДТ, да, у них была песня «Стая», а сейчас вот была песня под названием «То ли поздно, то ли давно», как-то так, такой простой. Долго. Долго, точно, песня под названием «Долго». Песня сама все хорошая, видеоклип, как всегда у Юрки, трогательный. Песня, я бы сказал, такая, такого довольно символического, метафорического содержания. Не могу сказать, что я ее до конца понял, возможно, потому что успел ее прослушать один-единственный раз. Нужно будет как-нибудь ее еще пару раз прокрутить, чтобы вникнуть в суть послания Юрия Шевчука. Но, во всяком случае, это песня, которая так вот сходу в лоб, меня не ударила. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Мы благодарим вас за то, что вы нашли время и вышли в наш эфир. Артемий Троицкий был с нами на прямой связи. Спасибо вам и до следующего раза. Всегда рад. Привет городу Риги. Надеюсь, что хорошая солнечная погода вас будет радовать так же, как радует она нас в городе Таллине еще, по крайней мере, целую неделю. Но у нас тоже вроде достаточно благоприятные в этом смысле прогнозы. Так что до Таллина не так далеко в этом смысле. Да. Как говорится. Спасибо вам. Спасибо вам. Не за что, не за что, Вадим. Пока. Всем счастливо. Мы продолжаем. Продолжаем.